Более 200 тимиртауских спортсменов приняли участие в городской спартакиаде «Арай-2024». Соревнования охватили широкий спектр дисциплин, включая осы-коту, бесосы, казак-куресе, волейбол, лёгкую атлетику, настольный теннис, летнее президентское многоборье, а также шахматы. Каждый вид спорта предоставил уникальную возможность проявить свои способности всем желающим. Первыми в рамках спартакиады прошли соревнования по казак-куресе. Участвовали как профессионалы, так и любители активного образа жизни. Борцы продемонстрировали отличные результаты, а отбор среди детей прошёл согласно весовым категориям. Хочу отметить, что меня радует достижение нашего елдоса Сметова, который стал олимпийским чемпионом. Это гордость для всего казахского народа. Теперь я надеюсь, что и эти молодые спортсмены смогут добиться таких же высоких достижений и стать олимпийскими чемпионами. На стадионе «Металлург» проходили соревнования по национальным видам спорта – осык-ату и бесосык. Игры были конкурентными, участники удивляли своей меткостью и мастерством. Сегодня проходит отборочный тур в нашей национальной игре «Осык-ату». Мы соревнуемся как со взрослыми, так и с юными спортсменами. Наша цель – не только воспитывать учеников, но и прививать им любовь к национальным играм, которые важно развивать как на республиканском, так и мировом уровнях. Желаю удачи всем игрокам. Вперёд, тимиртаусцы! Соревнования по президентскому многоборью прошли не менее интересные и захватывающие. Участники продемонстрировали мастерство и точность в пяти дисциплинах – стрельбе, метании гранаты, беге на 100 метров, кроссе и прыжках в длину с места. Первый раз соревнования проводятся именно городской, чтобы отборочный был турнир. Сегодня все желающие пробуют участвовать и выполнять эти виды. Они относятся к президентским тестам. Поэтому для здоровья и для развития этого спорта необходимо проводить такие мероприятия и участвовать, чтобы развиваться. Лучшие участники спартакиады будут представлять город Тимиртау на областной спартакиаде, которая пройдёт в Балхаше с 14 по 16 августа. Анастасия Ходорева, Максим Ломакин, Жахангир Куанышбаев. Новости Тимиртау.